Я с ним сейчас общался, ну, по голосовым. Я вам, помните, вопрос задавал по поводу зла, сотворения Богом зла? Ну, не знаю, может, что-то было. Вот. Бог все-таки сотворил зло. Ад это зло или нет? Вам зачем эти слова-то соединять? Это ни апостолы, ни святые не говорили ничего. А может Бог сотворить камень, который сам не сдвинет? Вот такая вся премудрация. Ну, зачем это искушать самого себя на этом? Сотвори крестное знамение, скажи, сгиняя лукавая, чтобы никогда больше не подходил с этими мыслями. Так это, я-то знаю, что Бог не творил зла, Игнат Игоревич. Если у нас же не ислам, в исламе у них Бог и сбивает с пути человека, и кого хочет наставляет, кого хочет сбивает. Там Бог сотворил зло. У нас не творил зло. Зло – это изволение человека. Правильно же я понимаю или нет? Зло и дьявол переводятся в других играх одинаково, Эвол. И что теперь? Дьявола Бог творил? Да нет, конечно. Он сотворил Херувима прекрасного, который превратился в дьявола. И так любое дело везде превращается во зло, добро, любое. Ад, ад, все остальное сотворено для того, чтобы человека образумить. Оставьтесь, пожалуйста, сейчас. Чего шум-то такой? Связь плохая. А Иоанн Златоуст что-нибудь говорит о зле, о сотворении Богом зла? Никогда даже об этом и мысли не ставил. Я знаю, Бог зло не творит определенное, и все. А человек избирает, предложил, говорит, огонь и воду, благословение и проклятие. Но добавляет, зачем вам умирать? Вот уже выбор тебе показан какой. А вот решать, а как это бесконечность? Ну, пройдет миллион лет, а что дальше? Да зачем говорить, когда разум человеческий ничего этого вместить не может? Это искушение. Все это нам какое-то спасительное. Спасительное только то, что Господь Духом Святым побуждает к доброте, к вниманию, к проповеди, к спасению ближнего. А это решать запредельные вопросы ничего не дает. Вот спорили же, у них были такие конференции, съезжались с католиков. Сколько бесов может уместиться на острие иглы? На полном серьезе решали вопрос этот. На кончике иглы сколько демонов уместится? Ну, тоже стоял вопрос. Ну, это просто видите как. Опасно ли для человека думать, что Бог сотворил зло, что Он есть носитель зла? Никак. Только добро. Бог есть любовь. И самосущественное добро. Если человек, ну, думает, что Бог сотворил зло или нет. Видите, когда эфир не хочет пропускать ваши слова. Замыкает. Нет, это я просто еду, Игнатик, здесь далеко от этого. Здесь связь плохая. Всякое доброе дело от Отца Светов. Еще непонятно. Всякое добро, которое мы делаем, оно от него идет. А Он, Бог, самосущественное добро. Никто не благ, только один Бог. А Бог творил нет зло. Это люди превращают зло. Дерево познания добра и зла. Познание. А что они узнали? Слушается Бога хорошо, а не слушается зло плохо. Это в человеке заложено. Я понял. Мы дальше должны разбирать болезни. За болезнь надо славить Бога. Дальше. Случилось какое-то несчастье. За все благодарите. Ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. За все. Вот и все. А милость Божия та, чтобы не попали. Это устрашающее, что Он, представим, горит и горит, как печь хорошая или плохая, или нож. Куда применишь его? Что-то прям как трактор гудит у вас. У меня никогда не возникали подобные мысли. Я знаю, Бог не творит зло. Он самосущественное добро. Вот такой ответ святых отцов. Это недавно у меня тут какой-то нашел с этими вопросами. Я его выщеркнул и все на этом. Защита дьявола назвал ролик. Можете посмотреть. До встречи.